Аристофан в принципе во многом герой 5 века, но я его все-таки в 3 даже помещаю, то есть он 446 года по 380 год. Ну просто вот именно в 3 веке характер архитической культуры меняется и там вот этот весь постмодерн распространяется и они Аристофана как раз вспоминают только основателя юмора. То есть сама по себе культура она больше такая не героическая, потому что все вот эти героические битвы, революции и так далее кончились откровенным всем вот этим правлением разных монархов, которые между собой воевали, короче, закончились цирком. Народ в 3 веке в эллинистических государствах отстранен практически от политики, ведут всяческие цари и царьки и войны между собой, то есть как бы это все было ранее все серьезным делом, которым народ занимался, политика я имею ввиду, и сейчас она превратилась в цирк. Поэтому в 3 веке господствуют философские теории, которые говорят о том, что нужно отстраниться от общественной жизни. Политика это говно, известная вот эта вся позиция нашей интеллигенции, которая тоже не допускает никаким общественным делам. Ну вот она и среди греческой распространилась и с этим трагедии выходят из популярности, популярна больше так комедия, такое ироническое отношение к действительности. В этом плане Аристофан вспоминают, хотя, конечно, Аристофан типичная фигура 5 века, он как раз политик, у него есть ценности, он их пропагандирует и так далее, но он просто основатель комедии. Аристофан в 427 году выпустил первую комедию, он работал в период гражданской войны в Греции, то есть там предельная на самом деле политизация, гражданская война идет, и в самих Афинах борются различные политические группировки за власть. Позиция Аристофана критическая по отношению к левым, крайне левым, типа Клеона. Клеон, лидер левых, он его постоянно высмеивает. Поэтому у него позиция на самом деле за мир. Левые, как правило, все двигали Афины к войне, потому что война давала возможность контингенту левому устроиться, всяким вот этим алкашам, всяким нищим, они все шли на фронт, там воевали, грабили, у них была возможность подняться, и их политики, которые выступали в интересах самых нищих, они обычно войну двигали, что интересно, в Афинах. А те, у кого-то что-то было, как раз вот предположительный герой Аристофана кто? Это кулаки, богатые крестьяне, богатые ремесленники, не аристократы, то есть Аристофан, он на самом деле неправый, это умеренный демократ, и когда он к традициям взывает афинским, это традиции демократические, он скорее такой сторонник Перикла, но Перикла уже умер. А вот эти положительные герои, они этого, они не заинтересованы, потому что у них хозяйство страдает, приходят спартанцы, вырубают их садики, цветочки, огородики все, они все это растили, вот поэтому им война не нужна, война нужна вот всякая шантропия городской, которой больше заняться нечем, вот они хотят на войну сходить. Это в полной мере у Аристофана отражается, и поэтому он за мир. Пацифистская, очень сильная, конечно, у Аристофана струя, большинство его комедий посвящены осмеянию левых мудаков, которые толкают к войне, и против войны направлены. Поэтому, поскольку война продолжает оставаться крупным бедствием человечества, Аристофан, конечно, и до сих пор актуален. В силу такой политической позиции у него много фигур кошмарных леваков, особенно Клеона, но и других тоже, и тоже они актуальны, особенно в наше время, когда снова возродилась демократия, и, соответственно, левые тоже возродились. Вот Аристофан скорее либерал в наших понятиях, он считает, что левые только позорят демократию, и извращают ценности, то есть он за демократию, но без вот этих вот всех товарищей, чтобы вот такие крупные мужики, серьезные, вот чтобы они лидировали, которых он изображает, которые обычно главные герои у него такие, хозяйственные, с хорошим таким хозяйством, прижимистые и так далее. Вот он считает, они должны господствовать, а для этого не нужно выбирать левоту в правительство. Но, честно говоря, синяне это все слушали, он был популярным комиком, но продолжали левоту выбирать, и левота довела Афины до Цугундера. То есть Афины проиграли Пелопонесскую войну, в итоге, о чем их, в принципе, Аристофан предупреждал. Ну вот так, хотя он был популярным именно комиком, потому что он высмеивал популярных людей. Левые, на самом деле, были популярны, он их высмеивал, поэтому это делало актуально моего искусство также. Что касается формы Аристофана, то его ужасно переводят. Вот Аристофан грубый, матерный, это мужской, естественно, юмор. Женщин даже не пускали на эти все комедии. Это чисто мужицкое такое все, часто порнографическое. Его нужно переводить матом, безусловно. Это что-то близкое, на самом деле, вот к Луке Мудищеву и всей вот этой русской матерной традиции. Ни в коем случае не тем языком, которым переводили его при Сталине, какие-то как раз леваки, которых он и высмеивал, и милитаристы к тому же. То есть люди, которые не понимали ни социальных его причин, ни тем более его эстетики. Эстетика там грубая, но она дополняет его идеи. Эстетика грубая мужицкая. Это именно вот как крестьяне смотрят на мир, как они смеются. Да, там они грубо смеются, они матершинные слова говорят. Ну вот такие люди, так они отражают вот то, что происходит. Как раз вот этот весь пафос левой политоты, он у него и высмеивается за счет грубости. Это и основной его прием Аристофана. Типа кто-то там речь красивую говорит, а рядом стоит кто-нибудь и пердит. Ну вот примерно такого уровня юмор Аристофана. Но он полезен, потому что Аристофан обличает именно пафос. То, что ради пафоса, ради каких-то красивых слов люди идут на смерть, гробят родной город, родное хозяйство. Это он вполне серьезно переживает. И поэтому он и груб. Потому что это серьезно, это люди гибнут. Хозяйство разоряется, поэтому он считает себя вправе так грубо светоописывать. Ну и с творчеством можно «Всадники», конечно. Одну из важнейших его комедий, его минут как раз вот это направлено против Клеона. Но Клеона, несмотря на то, что комедия имела успех, Клеона выбрали. И этот Клеон, конечно, оказался говнюком, как и всякие политики. Он после этого устроил нападение на Аристофана. То есть он собрал мужиков, которые морду побили Аристофана за всю эту комедию. Заставили его пообещать, что он ничего против этого Клеона писать не будет. Естественно, Аристофан обещание дал и нарушил. Ну это примерно как у нас, да, вот соберутся там что-нибудь. Морду побьют, им при этом можно что-то пообещать, но потом не обязательно это все будет соблюдаться, потому что все равно под давлением. Но такая история с Аристофаном произошла, хотя он был популярный действительно писатель. Такое вот этот Клеон устроил. Известные еще его Осы. Осы, собственно, пародия на издержки демократии, но это на самом деле издержки демократии именно левацкие. Это пародия на то, как леваки понимают демократию. И смысл ее именно в том, что леваки демократию извращают. Мир. Неплохая комедия. Мир, комедия с богами. То есть как и европейд, на самом деле в богов незаметно, что Бористофан верил, потому что они у него комические персонажи часто. В мире там мужик летит на жуке на небо, чтобы с Зевсом поговорить. Зевс, оказывается, где-то забухал, правит всем полемос, то есть война. И вот там со всяческими богами этот мужик Тригей разбирается и наконец добивается мира. Понятно, что это мечта, но в то же время тут нужно отметить, что боги воспринимаются критически, боги воспринимаются как такие же, примерно как люди-мудаки. Тем более боги довели мир до войны, и они виноваты с точки зрения Аристофана. Облака, интересная комедия, собственно, сам Аристофан считал лучшими, и она с философской точки зрения интересна, потому что главный герой Сократ. Много спорят по этому поводу, потому что Сократ выведен софистом. Сократ выведен леваком, хотя Платон совсем другого Сократа нам описывает. Платон, наоборот, утверждает, что Сократ боролся за всяческие ценности, против левых, которые ценности отрицали, против софистов, и всей их демагогии близко к современному постмодернизму. Вообще, все, что выдается за новое, обычно это старое. То есть, на самом деле, софисты это что-то типа постмодернистов, причем леволиберальных, если на наши, опять же, деньги это все переводить. И вот Аристофан над ними смеется, что они отрицают ценности, они на самом деле мошенники, ничего от их мошенничества полезного мужикам не будет, крестьянам ничего не будет. Это все какие-то вот эти городские все клоуны, такая у него позиция. И в качестве основного клоуна выводится Сократ. Хотя, как же я говорю, что Платон наоборот отрицал это. Но вот мы Сократа знаем в редакции Платона, кто он был на самом деле, мы особенно-то и не знаем. Возможно, Платон вытягивает Сократа, то есть дает ему какие-то свои мысли. Естественно, Платон уже после всего этого живет, после всего этого разгола демократии. Кто был реально Сократ, нам трудно представить, потому что мы знаем разные позиции, сторонников, противников, естественно, все искажают. Ну да, в травле Сократа, получается, Аристофан поучаствовал. Сократа потом по суду приговорили к смерти, как известно, за взгляды как раз. Получается, что Аристофан поучаствовал в травле, это тоже постоянно обсуждается. То есть насколько это повлияло, вот это изображение Сократа мудаком, насколько оно повлияло на дальнейшие все события. Поздний Аристофан довольно много пишет про женщин. Соответственно, его иногда феминистки берут тоже на щит. Ну, надо отметить, что женщины, это комический прием у Аристофана, это мужицкие совершенно комедии, не пускали на них женщин. Обычно женщины Аристофана какой-то политикой начинают заниматься, и там, значит, изображают из себя всяческих политиков афинских. Это юмор просто жуткий. Я не знаю сейчас, с чем сравнимо. Наверное, это походит вот на шутки над гомосексуалистами в Comedy Club и так далее, когда они в каких-то там несвойственных гомосексуалистам позициях выступают. Потому что, ну вот женщина, это явно для Аристофана что-то, что в политике участвовать не может. Это что-то такое вот глупое, несдержанное и так далее. И это там в комедиях тоже присутствует. То есть, на самом деле, конечно, никакой феминистской позиции у Аристофана нет. Я, опять же, чтобы тут никто не обижался, это я не говорю про женщин, я говорю именно о древних греках и о самом этом Аристофане. То есть, я не пытаюсь каких-то шовинистических мужских стереотипов проповедовать. Просто я говорю, что у Аристофана они, безусловно, были, и поэтому женщин для него это смешно. Женщин много, потому что это смешно. А не потому, что он считает, что они реально могут участвовать в политике и так далее. Ну и да, женщины обычного Аристофана тоже за мир выступают, потому что у него, в принципе, все там за мир. С войной он активно борется. Ну, вот такое наследие отец комедии. Как правило, позднее смягчали. Аристофан самый грубый, самый резкий, самый политизированный. Все его последователи античные смягчали грубость, смягчали политику, вообще исключали ее. И основателем вот этой новой комедии, такой более прилизанной, менее политизированной является Минандер, о котором тоже собираюсь сказать.